Вот здесь вы правильно сказали, что законопроект направлен на пополнение республиканского бюджета, планы амбициозные, поставленные. Но я не думаю, что прям вот более миллиарда сомов там подсчет сразу, потому что если мы говорим реально только для иностранцев, сразу таких доходов не будет. Попозже, да, может быть. Но здесь я вот хотел бы к депутату Маливу присоединиться. Если вы хотите реально пополнить республиканский бюджет, то государству пора задуматься о монополизации производства и реализации для иностранцев легких наркотиков, легких наркотических средств. Это все равно продается на каждом углу, крышуются милиции, знаете, там, за взятки отпускаются. Все это происходит. Но если это сделать легально и продавать по паспорту иностранцам, поверьте, и казино не надо открывать. Ни одно казино вообще не надо открывать. Ни одна семья не будет разрушаться. Более того, тут будет пруди туристов. Мы будем даже думать, стоит ли нам некоторых туристов принимать или не принимать. Поэтому, ну, это шутки шутками. Есть другие способы, на самом деле, пополнения. Те же инвестиционные визы выдавать, если их на 5 лет, и, говорит, ты должен в республиканский бюджет от 10 до 20 миллионов сомов положить. Если от 20 до 30 миллионов, то давать инвестиционную визу на 10 лет. Если свыше 30 миллионов сомов, то уже инвестиции взамен гражданства. Предоставлять гражданству, как это делают Мальты и другие развитые страны. И это не продажа там суверенитета или гражданства. Это возможность, на самом деле, поиска денежных средств, в которых нуждается наша страна. Я просил бы Кабинет Министров серьезно задуматься о возможных способах пополнения, но так, чтобы, конечно, это не наносило урон нашим гражданам. Продолжение следует...